Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Коротко об основных темах выпуска. Обвиняемый в изнасиловании школьницы Евгений Самсоник сегодня предстал перед судом. Он напал на девушку в здании бывшего морга. В полку автотранспорта прибыло 18 школьных автобусов и 8 машин скорой помощи, передал сегодня губернатор главам муниципалитетов. Софийский собор будет достроен. Храм на набережной Уладьи, который начали возводить более 10 лет назад, скоро перестанет быть долгостроем. 13 января – день рождения Самарской губернии. В честь памятной даты откроется выставка подлинных документов «Великие реформы». Новую редакцию спектакля «Амадеус» представит Самарский театр драмы. Репортаж с генеральной репетицией нашего корреспондента. Сегодня в Советском районном суде стартовал процесс по делу Евгения Самсоника. Мужчину подозревают в изнасиловании школьницы. Все случилось осенью прошлого года на улице Запорожская. По данным следствия, сам Соник силой затащил 17-летнюю девушку на территорию заброшенного морга, где и совершил преступление. Оперативники проверили его на причастность к другим преступлениям подобного рода. Но пока в деле только одна потерпевшая. Заседание проходило в закрытом режиме. С подробностями Алина Чемерес. По данным уголовного дела, все случилось здесь, на территории бывшего морга. По версии следствия, мужчина специально караулил школьницу. Когда увидел свою жертву, ударил ее по голове бутылкой и притащил сюда, после чего изнасиловал. Сейчас дело рассматривает Советский районный суд. Евгений Самсоник вину не признает. Житель Кенеля, отец троих детей, подозреваемый, в Самаре работал грузчиком. По данным следствия, 17-летнюю девушку, которая в тот день стала жертвой преступления, раньше не знал. По предварительной версии, Самсоник сначала изнасиловал школьницу, а потом ограбил. Забрал телефон и деньги. Но у защиты другое мнение. В момент совершения инкриминированного деяния он находился на рабочем месте, после чего на общественном транспорте, на электричке поехал, он домой и находился дома. Жена, его мама, они подтверждают, что он находился в этот период дома. То есть приехал с работы, в это время находился, отдыхал после ночной смены. На предварительном расследовании вину не признавал, отрицал, соответственно, обстоятельства совершения преступления. Ранее он был дважды судим за кражу. И в случае установления его вины, ему грозит лишние саботы до 15 лет. Согласно материалам дела, девушка своего обидчика опознала. В ходе следствия было назначено около 20 экспертиз. Данные пока не разглашаются. По словам адвоката, чтобы подтвердить вину Самсоника, их недостаточно. Теперь экспертов будут допрашивать в суде. Мы будем следить за развитием дела. Алина Чемерис, Артем Сулайманов, События. Преступность в Самаре за год снизилась на 11%. Причем показатели упали по всем видам правонарушений. А вот раскрываемость, наоборот, выросла на 4% по сравнению с 2015 годом. Случаи коррупции тоже стали выявлять чаще, на 2,5%. Эти цифры озвучили на коллегии Главного управления МВД по Самарской области. Говорили и о планах на 2017 год, который станет очень важным для подготовки внутренних служб к футбольному мундиалю. Это вопрос номер один, потому что там особые задачи. Там вопросы, с которыми мы раньше не сталкивались. Принимать такое количество иностранных граждан, и не только иностранных. Тут в месяц примерно будут десятки тысяч людей, которые будут здесь проживать с разных точек мира. И в этом смысле, конечно, этот год будет очень важным. Главная задача наша и в следующем году, и в последующие годы продолжать укреплять доверие собственных граждан путем укрепления совместной работы, в том числе с властью, в первую очередь. Народ и власть неразделимы. Это основной принцип нашей службы. Сегодня в Самаре арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве. В кафе «Старый замок» меру пресечения избрали в Кировском районном суде. Владимир Аганисян, уроженец Грузии. В Самаре официально нигде не работал. Напомним, трагедия случилась в ночь на 8 января. В кафе с семьей отдыхал бывший полицейский Рустам Иваев. По версии следствия, он сделал замечание курящим гостям заведения. Мгновенно завязалась драка, в ход пошли столовые приборы, бутылки, мебель. Во время конфликта Рустам ударили острым предметом. От полученных травм он скончался на месте. Его брат попал в больницу. Владимир Аганисян уже дал признательные показания. Теперь ему предстоит два месяца провести под стражей. К уголовной ответственности он не привлекался. Привлекался к административной ответственности. Настоящим действующим уголовным законодательством наказание за совершение указанного преступления предусмотрено от 6 до 15 лет лишения свободы. Будет легче учить и лечить. За прошлый год Самарская область получила более 100 школьных автобусов и 30 машин скорой помощи. Сегодня ключи от новых машин торжественно вручили представителям школ и медицинских учреждений. Обновить и пополнить автопарки такую задачу поставили в российском правительстве. Направили деньги из федерального и областного бюджетов. Новые автобусы оценила Олеся Корецкая. Эти микроавтобусы будут возить детей в школы в самых отдаленных уголках Самарской области. В салоне 14 мест. Каждая из них оборудована ремнем безопасности. Здесь есть полки для вещей. В салоне высокая крыша, можно стоять в полный рост. И что самое главное, есть хорошая система отопления и кондиционирования. Игорь Каленов возит детей в школу в Безенчукском районе. Самый далекий поселок, в 22 километрах от центра. За почти 30 лет водительского стажа Игорь впервые за рулем иномарки. Такая впервые. Ну, удобная машина. Хорошо. И детям тепло, зимой особенно. Никто не обижается. Новые машины удобнее и экономичнее. Хорошо оборудованы и потребляют мало топлива. Самарская область получает 119 школьных автобусов. Ключи торжественно вручает губернатор Николай Меркушкин. Знакомится с внутренним устройством. 14 мест для детей, 2 для воспитателей. Ну, давайте, берегите. Спасибо. Спасибо, что на дорогах сопутствовало удачи. Пополняется и медицинский автопарк. 30 машин скорой помощи отправляются в работу на Самарскую станцию. То есть мы сейчас на 50% парк обновили. Ситуация получше. Получше становится. Или все равно. Напряженная, но получше становится. Три новых реанимобиля оборудованы по всем мировым стандартам. В таких машинах не просто везут в больницу. В них спасают. Оснащение этого автомобиля предназначено для оказания помощи самым тяжелым больным. Там все оборудование, начиная от дефибриллятора и дыхательной аппаратуры, которая обеспечивает вспомогательную дыхательную поддержку и кислород на всем периоде перевозки этих пациентов. Обновление и пополнение автопарков в Самарской области продолжится и в этом году. Олеся Корецкая, Василий Колдашов. События. Выплаты компенсации расходов на оплату коммунальных услуг и льготники региона начнут получать уже с понедельника. Напомню, ранее ветеранам, инвалидам и многодетным семьям полагалась единовременная выплата на оплату услуг ЖКХ. После вступления в силу федерального закона выплата заменена компенсацией. Теперь деньги эти категории граждан будут получать только после оплаты квитанции за коммуналку. Причем никуда идти с оплаченными платежками не придется. Вся информация поступает в единую информационную систему. На основании данных которой будет начисляться компенсация. Рассчитывать на деньги могут все, кто исправно оплатил услуги ЖКХ. Должникам, чтобы получить компенсацию, сначала придется погасить все долги. Выплата будет осуществлена начиная с 15 января до конца месяца. Но вообще хочу сказать, что попытка раскрутить какой-то ажиотаж вокруг этого вопроса не очень обоснованная, потому что и по закону мы должны были и должны выплачивать до 25 числа. То есть сроки выплат не истекли. Нарушения закона никакого нет. Сейчас идет процесс обработки данных. Сейчас идет процесс расчетов, перерасчетов. И начиная с понедельника начнутся выплаты гражданам через те организации, через которые они всегда традиционно эти выплаты получали. То есть кто-то через почту, кто-то через кредитные организации. Самара вошла в топ-15 городов, популярных для отдыха в новогодние праздники. Насколько задерживались туристы в нашем городе и какие предпочитали гостиницы, знает наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте! В конце недели нефть опустилась ниже 56 долларов. За один баррель марки Брэн дают 55 долларов 90 центов. Валюта стремительно дешевеет. На выходные Центробанк установил курс доллара на отметке 59 рублей 37 копеек. Евро 63 рубля 12 копеек. Золото стоит 2308 рублей. Серебро 32 рубля 12 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллар можно было купить за 61 рубль 26 копеек. Дороже всего продать за 58 рублей 14 копеек. С 1 февраля пенсии в России проиндексируют на 5,4%. Настолько же увеличатся и все социальные выплаты. Это детские пособия, выплаты ветеранам войны и инвалидам. Вторая индексация пенсий пройдет в апреле. А Самара вошла в топ-15 городов России, популярных для отдыха в новогодние праздники. По данным исследования сервиса по поиску отелей, в дни новогодних праздников туристы останавливались в гостиницах Самары в среднем на две ночи и платили за проживание 2,5 тысячи рублей в сутки. На этом все. Удачи в делах! Событие, которого давно ждут православные Самары, Софийский собор будет достроен в следующем году. Храм на набережной Уладьи начали возводить более 10 лет назад, и собор стал знаменитым долгостроем. Сначала он был задуман как храм в честь святого Серафима Саровского, затем по предложению Самарской епархии статус сооружения поменяли. Открытие Софийского собора значительно повысит духовный статус Самары, сделает ее одним из православных центров в России и в мире. Сейчас строительство близится к завершению. В этом убедилась Олеся Корецкая. Его называют русской свечой на византийском подсвечнике. Софийский собор строится в красивом месте на набережной около Ладьи. Высота храма почти 70 метров. Он состоит из трех фрагментов. Все они на разной степени готовности. В нижней части здания сейчас строят лифтовые узлы, проводят канализацию, готовят учебные классы. В будущем здесь откроется воскресная школа на 40 учеников. По проекту вокруг храма сделают удобный подъезд, стоянку для гостей и пешеходные переходы. Почти завершен третий фрагмент – верхняя часть храма. Здесь осталось сделать окна. Сейчас строители приступили ко второй части в центре здания. Как только появится отопление, внутри начнутся отделочные работы. У храма округлая форма, причудливая и сложная архитектура, как снаружи, так и внутри. Здесь множество коридоров, различных комнат. И мне, как человеку неподготовленному, сложно ориентироваться и можно даже заблудиться. Никогда не знаю, что окажется за следующим поворотом. Как, например, здесь. А здесь будет смотровая площадка. В этом месте появятся перила. Самарцы и гости города смогут насладиться видами Самары и Волги по всей окружности здания. И венчает храм-колокольня на высоте больше 60 метров с большим колоколом в центре. Его звон будет слышен далеко по Волге. Как идут работы, проверяет губернатор Николай Меркушкин. На строительную площадку он приезжает вместе с митрополитом Самарским и Сызранским Сергием. С директором фирмы-подрядчика и настоятелем храма обсуждают все тонкости оформления собора. Здесь максимальная. Тургатурка и подростки. И почему двойные колонны? Нужно увеличить темпы строительства и сократить расходы, подчеркивает губернатор Николай Меркушкин. Как строить? Строить все будет зависеть. Мы готовы, да. Темпы скоро зависят от возможностей. Вы можете увеличить? Нет, мы увеличим, нет вопросов. А куда такие деньги? Ну а здесь... Теперь мы бросим на полпути, Николай Иванович. Вы видите, какая облицовка здесь. После начала это положено уже... Мы колонны уже на фибробетон переделали. Завершение строительства Софийского собора губернатор обещает контролировать и приглашает настоятеля и генерального подрядчика на личную встречу. Собор должен быть достроен осенью 2018 года. Олеся Корецкая, Василий Колдашов. События. Поднять уровень подготовки в школах региона. Такая задача стоит перед системой среднего образования. Об этом губернатор Николай Меркушкин говорил на семинаре для руководителей образовательных учреждений Самары. Глава региона отметил, что область обладает мощным промышленным потенциалом, которому необходимы высококвалифицированные специалисты. В школах сейчас нужно вводить самые передовые мировые стандарты, развивать инновационные направления. Для региона стратегически важно создание центра одаренных детей и наукограда «Гагарин-центр». Мы должны делать все для того, чтобы построить центр одаренных детей. «Гагарин-центр». Мы должны в школах, в наших школах, очень сильно поднять уровень подготовки наших школьников. И конкурентоспособность наша будет зависеть полностью, полностью, какого ученика мы будем выпускать. 13 января Самарская губерния обрела свою самостоятельность. Произошло это в 1851 году, благодаря указу Сената. До этого дня Самара неоднократно включалась в состав других российских губерний – Астраханской, Симбирской, Казанской. Даже была приписана однажды к Сызранскому уезду. В день Самарской губернии в Госархиве открылась выставка о времени, который называют «золотым» для нашего региона. Времени больших перемен после реформ Александра Второго. Репортаж Валерии Макаровой. Все экспонаты выставки, конечно, спрятаны под стеклом. Все-таки историческая ценность. Все, кроме этого, хотя это тоже подлинники 19 века. Здесь воссоздали типичный кабинет чиновника того времени. Среди прочих предметов обязательно было полное собрание законов Российской империи. Ну, еще один атрибут, который всегда был – это портрет императора. В знак того, что здесь исполняют его волю. Именно Александр Второй освободил своим указом почти 20 миллионов крестьян, после чего их нужно было включить в общественную жизнь. Это потребовало от правительства множество реформ. От земской и судебной, до образовательной и военной. В земские собрания выбирали своих депутатов, представителей всех сословий, в том числе и освобожденные крестьяне. И сами крестьяне могли быть депутатами земства. И земства как раз решали все вопросы внутренней жизни. Это и дороги, и образование, и медицина. Все документы на выставке «Великие реформы» в Самарской губернии – это подлинники. Указы Александра Второго, журнала заседаний земства, окружного суда, положения и уставы учреждений. Реформы дали толчок для развития экономики. В Самарской губернии появилась железная дорога, создана мукомольная и химическая промышленность. Открывалось много школ, и учиться в них могли все, независимо от сословия. В губернии нужны были грамотные люди. Возникла необходимость создания и реального училища, которое окончил наш выдающийся земляк Николай Николаевич Семенов, Нобелевский мурак. Это вообще уникальное явление. Выставка «Великие реформы» в Самарской губернии будет работать в Российском государственном архиве до 15 февраля. Валерия Макарова, Сергей Баскин. События. Сегодня в Самаре названы лауреаты областной общественной акции «Народное признание» 2016 года. Награждение состоялось в зале театра оперы и балета. Эти премии вручали в регионе уже в девятый раз. Примечательно, что в этом году церемония проходила в день Самарской губернии. С лауреатами пообщался Олег Зверев. Она еще школьница, но уже автор научных статей по экологии и волонтер, участница природоохранных мероприятий. А сегодня Виолетта Дюбченко стала лауреатом областной акции «Народное признание». И это уже не первое золотое сердце в их семье. Ранее победителем становилась мама. Я стараюсь призвать людей к тому, чтобы они сохраняли природу, сохраняли то, что они имеют вообще в этой жизни. В Самаре уже в девятый раз наградили тех, кто каждый день на своем месте совершает добрые дела на влагу людей. И в благодарность люди выражают им признание. Церемония по традиции проходила в зале театра оперы и балета. В этом году его коллектив также стал лауреатом в номинации «Единство и успех». Награду вручил губернатор Николай Меркушкин. Всего в 2016 году было подано 336 заявок, из которых общественный совет отобрал 70 кандидатов. А наиболее достойные определились уже по итогам народного голосования, в сети интернет, по почте и на пунктах голосования. Появились и новые номинации «Поколение будущего», а самый младший победитель – ученик 4 класса. «Дети, молодежь, молодые люди – это наше будущее. Если они активно участвуют в этой акции, это уже прекрасно. Это уже говорит о том, что рождались вот те звездочки, на которых будут светить, и на которых будут равняться десятки, сотки, тысячи других». Народное признание получил коллектив областной универсальной научной библиотеки, предприятий, учебные заведения и спортивные школы. Примечательно, что в этом году итоги подводили уже после новогодних торжеств. Хотя 13 января для региона тоже праздник – День Самарской губернии. Она была основана 166 лет назад. Поздравление в адрес жителей области направил полномочный представитель президента России в ПФО Михаил Бабич. «В Самарской области живут талантливые, инициативные и гостеприимные люди, которые любят свою малую родину, гордятся ее историей и культурными традициями и много делают для того, чтобы качество жизни улучшалось с каждым годом». И эти слова в первую очередь в адрес тех, кто сегодня получил, может быть, самую важную награду в своей жизни – народное признание. Олег Зверев, Григорий Плешаков, События. Возрождение легендарного спектакля. Самарский театр драмы готовится представить зрителю новую редакцию «Амадеуса». Раньше в этой постановке блистали Александр Амелин и Олег Белов. Но первый умер в 2012 году, а второй пережил инсульт. Спустя пять лет в театре все-таки решили рискнуть и сделать постановку с новыми лицами. За кулисами генеральной репетиции побывал Андрей Горгуленко. Для Владимира Гальченко роль императора Иосифа II уже знакома. Только вот поменялись партнеры по сцене. Роли Олега Белова и Александра Амелина теперь играют Игорь Новиков и Герман Загорский. У меня новая компания, у меня новый придворный композитор, маэстро Сальери, у меня новый мальчик талантливый, который пишет оперы на немецком языке, как я люблю, это Моцарт. Вот, как будут развиваться наши отношения, посмотрим сегодня. Возвращать Амадеус в репертуар в Самарском театре драмы не решались долго. Слишком сильным и запоминающимся был первый состав, а сделать слабее нельзя. Мы не имели права сделать спектакль ниже уровнем. И вопрос, не кто лучше играет, кто хуже, так же сыграть. Потому что все актеры, это индивидуальность, это самостоятельные творческие линии. Главное, чтобы это были такие же яркие, интересные авторские работы, как у Амелина и у Белова. Олег Белов на генеральной репетиции находился в зрительном зале. И лично наблюдал, как родная постановка обретала новую жизнь. Ребята огромные молодцы, потому что, во-первых, материал сложнейший. И это, конечно, большое счастье с таким материалом соприкоснуться. Уж я, как никто, могу говорить об этом. Премьера спектакля состоится уже в эту субботу, 14 января. Авторы верят, что у постановки будет долгая и яркая жизнь. Андрей Горгуленко, Константин Главин. События. Впереди всей страны. Выпускник Самарского технического университета выиграл Всероссийский творческий конкурс. Он разработал талисман 45-го чемпионата мира WorldSkills, который пройдет в Казани через два года. Эти престижные соревнования среди рабочих были одобраны президентом Владимиром Путиным в 2011 году. С призером тематического конкурса общался Сергей Ромашов. Именно самарский рисунок про веселого паренька Скилз и будет лицом следующего чемпионата мира по WorldSkills. Его автор Максим Овчинников черпал вдохновение из комиксов о супергероях. Художник уверен, что этот трудолюбивый герой не вымышленный. Он живет в каждом из нас. Было несколько эскизов других персонажей, но остановился я на таком персонаже, как, можно назвать его, супергерой, который включает в себя множество возможностей, навыков, применимых в различной области по работе. По моему замыслу этот Скилз есть у каждого человека и у каждого он выглядит по-своему. То есть там слесарь по-своему, если это повар, соответственно у него другие навыки появляются. Цель WorldSkills – повысить статус и стандарты профессиональной подготовки по всему миру, а еще привлечь внимание молодежи к рабочим профессиям. В Самарской области этому направлению уделяют особое внимание. Оно нужно для того, чтобы, во-первых, как я уже говорил, сверить уровень профессиональной подготовки с международными стандартами. А второе – это очень мощный инструмент для профессиональной ориентации молодежи и школьников. Сам чемпионат мира среди рабочих пройдет в Казани через два года. За победу будут бороться лучшие строители, фрезеровщики, водители. В активе России на будущей Олимпиаде уже есть победа, которую принес Максим Овчинников своим рисунком. А это хороший старт. Лариса Шлафас, Сергей Ромашов, Станислав Левин. События. Сегодня первая, в этом году пятница 13-я. Вторая и последняя будет в октябре. Кроме того, с 13 на 14 января отмечают самый противоречивый по названию праздник – Старый Новый год. В этот день не только коледуют, гадают и веселятся, но и накрывают щедрый стол. Ходят по гостям, как и в обычный Новый год. Считается, что в Старый Новый год нельзя произносить слово «13» и давать в долг, иначе весь год в долгах проведешь. Также, если к вам пришли коледовать, то одаривать в ответ нужно пирогами, конфетами и другими сладостями, но не деньгами. По мнению астрологов, Старый Новый год в 2017 году – очень сильный энергетический день. По народной традиции, дни от Старого Нового года до Крещения 19 января назывались страшными. Считалось, начинает буйствовать нечистая сила. Вечером незамужние девушки в канун Старого Нового года гадают на женихов с помощью зеркал, вареников, зерен, карт и колец. У самарцев на этот вечер свои планы и свои воспоминания. Был такой случай интересный, как раз в канун Старого Нового года, я уже почти спать ложился, в общем, и слышу на кухне какие-то звуки, как будто посуда там бьется, передвигается. Вот, я туда пошел проверить, думал, бабушка у меня там ходит, захожу, а ее там нет, там никого нет. В общем, после этого случая я там пару лет к бабушке не ездил, потому что боялся. Мы с детьми на горке покатаемся, вечером придем и традиционно чай попьем с печеньками. Вечером, как на Новый год, как обычно. Ну, то есть стол, ужином. Ну, нет, уж гости не будут, только сами. Все так же, елка горит, еще не убирали. Я, например, здесь с внуками занималась, гулял с ними, вот это мой Старый Новый год. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже 11 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Андроид и Айос. Всего вам доброго, увидимся. Субтитры подогнал «Симон» «Симон»